Приветствую на своем видеоканале, меня зовут Александр Зимин. Я давно не делал выпусков, видеопостов, каких-то рекомендаций своих, потому что был занят чрезвычайно важной вещью, как мне кажется, и связанной с тем, что теперь я представляю Всемирную Ассоциацию Натуропатии. Чуть позже я расскажу более подробно об этом, и сейчас, почему я именно для себя решил разделить народную медицину, о которой можно много прочитать и в статьях, и в каких-то журналах, которые часто продаются в лайках, вот эту народную медицину, и отделить ее от научной фитотерапии. Дело в том, что ситуация складывается таким образом, что врачи, которые, собственно, должны использовать фитотерапию, они лишены возможности ее использовать в своей практике. С чем это связано? А причина здесь одна, что у народной медицины не так-то много доказательств клинической эффективности. Поэтому, если присмотреться более пристально, мы видим, что есть в народной медицине, это как источник знания о растениях, это действительно так. Это опыт, который копился столетиями, тысячелетиями. И в этом опыте, конечно, есть вот этот исторический опыт использования различных трав. Это никто не отменяет эти плюсы. Есть некоторые клинические результаты эффективности. Все это в сумме как бы дает некую информацию о пользе фитопрепаратов и трав. Но с другой стороны, врачи, к сожалению, обычные врачи, которые сидят в поликлинике или в больнице, у них нет возможности применять вот эти методы народной медицины. И по одной простой причине, что нет, вот я здесь выписал минусы, нет научной базы. Абсолютно ее никак нельзя в клинику применять, в клинике использовать. Без науки, без научных доказательств, как бы ни хотелось, какие бы ни были восторженные отзывы, мне помогло или родственникам помогло. Но никак, никакой нет возможности, если нет вот этих клинических научных данных. Вот я здесь и пишу, нет возможности для клинических рекомендаций врачам. Третье, это ошибочные суждения о дозах и методиках применения фитопрепаратов. Часто вот эти дозы о тех или иных растениях, либо они маленькие, либо они неадекватные, в принципе, переписываются из одной книги о народной медицине в другую книжку. И кочуют всякие непонятные суждения о фитопрепаратах, которые далеки от науки. В связи с этим, возвращаясь к этому вопросу о научности, я представляю теперь Россию во всемирной федерации натуропатии. Это как раз организация, которая и взялась за то, чтобы фитотерапия стала клинически обоснованной. То есть, она объединяет врачей по всему миру, это всемирная федерация. И здесь мы видим, в принципе, вот набор стран, среди них англоязычные, конечно, в большем количестве представлены. И вот этот набор стран, он представляет именно научные данные о фитотерапии. И от России, собственно говоря, я чем и занимался в последнее время. Это участвовал в Европейской комиссии. Заседания были вот, собственно, вот здесь вот Россия, да. И название этого общества Российское научное общество клинической натуропатии и фитотерапии. То есть, акцент я сделал на том, что были эти научные, клинически обоснованные методы, которые можно будет потом презентовать врачам, для того, чтобы они могли использовать на легальных основаниях, а легальные основания – это доказательства клинические, это связано с закономерностями статистики, которые показывают, что, допустим, данное растение в этих условиях показало свою эффективность. И вот, соответственно, и тоже оформил группу, чтобы здесь собирать, аккумулировать самые лучшие научные супер статьи. В них я собираюсь, что прежде всего? Смотреть на такой раздел, как методы и материалы, потому что очень часто дизайн самих исследований очень важен. Какая методология была, какие сравнительные характеристики были, какие статистические методы очень важны, ведь понимаете, что у растений очень широкий терапевтический индекс, то есть, маленькие дозы и большие дозы, они, в принципе, где-то там могут действовать одинаково, поэтому сделаю акцент на таком разделе, как материалы, методы и статистические особенности. Вот поэтому, собственно, из-за этой большой работы, потому что она занимает очень много времени, да, потому что надо знать статистику, надо знать фитотерапию, и все это очень трудозатраты большие на это уходит. Вот поэтому, собственно говоря, был большой перерыв, в выпусках, но сейчас я это компенсирую, и снова все будет более регулярным. На этом все, подписывайтесь на канал, и вы будете всегда вот в центре клинической вот этой научной работы, да, которую я, собственно говоря, и веду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!